День Республики 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 Ну и все остальное. Дизайн проекта, проводить голосование. То есть мы проводили голосование, население выбирало города два разных варианта. Ну в итоге мы реализовали хороших два проекта. Для нас это дополнительная ответственность в плане того, что нужно не останавливаться на достигнутом, стремиться к улучшению дальше нашего, облагораживать наш город. Ну и в том числе и содержать его. То есть учить прививать молодежь, чтобы сохраняли все эти малые архитектурные формы красивые, чтобы не было факта вандализма или еще что-то. Плюс, чтобы содержать его в чистоте и порядке. Ну и самое главное, поддерживать его в должном виде, чтобы оно прослужило долгие-долгие годы и было для других поколений тоже достопримечательностью. Другим темам за последние сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 20 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, из них трое на ВЛ. За истекшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Выздоровели 29 человек. В инфекционные больницы госпитализированы 260 жителей республики. В режиме домашней изоляции находятся 653. Управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности сельхозпредприятия за нарушение утилизации биологических отходов. После появления в сети интернет-видео захоронения останков крупного рогатого скота вблизи поселка Алцунхута, прокуратура Киченеровского района совместно с сотрудниками Россельхознадзора была проведена проверка для установления фактов нарушения. По результатам выезда установлено, что в земляную яму сброшены останки 78 голов крупного рогатого скота, павшего в результате тяжелой зимовки. Данные факты свидетельствуют о нарушении требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологического отхода. Управлением Россельхознадзора по Ростовскому-Градскому, Астраханскому областям и Республике Калмытия, юридическое лицо и генеральный директор предприятия привлечены к административной ответственности по части 3 ст. 18 КУАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 520 тысяч рублей. В одном из магазинов «Элисты» неизвестный мужчина открыто вынес из торгового зала продукты питания и алкогольную продукцию. Продавца, пытавшегося помешать противоправным действиям мужчины, злоумышленника толкнул и скрылся с места происшествия. Подозреваемого полицейские вычислили по камерам видеонаблюдения. В результате оперативно-рассных мероприятий сотрудники Управления ВДР по городу Листья установили и задержали подозреваемого в краже безработного 57-летнего местного жителя. Установить личность похитителя помогли оперативные действия полицейских, а также изъяты видеозаписи с одной из видеокамер внутреннего наблюдения установленных в помещении магазина. По факту грабежа в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу имущества, насилие в отношении представителя власти и незаконное хранение наркотиков. После вызова полицейских на место преступления возбуждение уголовного дела в соответствии с санкцией в честь 1 ст. 158 УК РФ по решению суда задержанные могут быть приговорены к крупному денежному штрафу, либо лишение свободы на срок до двух лет. В Национальном музее имени Пальмова состоялась презентация книги «Повесть о житии и о храбрости великого князя Александра», которая переведена на калмыцкий язык. Мероприятие состоялось в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Автор перевода – член Союза писателей России Эрдин Конкаев. И в этот же день состоялась онлайн-конференция на следе Александра Невского, потомки монголов на службе России. В ней приняли участие представители православного духовенства Калмыки и Волгоградской области, представители научной и творческой интеллигенции, а также казачества и педагоги школ. В Лесе прошел семинар совещания языки народов в России в системе общего образования с целью поддержать, сохранить и популяризировать родные языки. Федеральное министерство просвещения реализует программу семинара на территории более 10 субъектов страны. Участники говорили о повышении эффективности региональной политики по вопросам поддержки родных языков, разработке и внедрении учебно-методического обеспечения их преподавания. Анализ, естественно, проводится и учеными-лингвистами, и социологами, историками, и другими специалистами. Информационное пространство, которое становится все более насыщенным и более сжатым благодаря интернету, благодаря компьютерным технологиям, оно приводит к тому, что и другие процессы, которые называются процессами глобализации, они же касаются не только языков, они касаются общекультурных программ и различных процессов, они касаются экономики. Это законы закономерности общемирового развития, глобализация, которая стирает не только границы в пользу человеку, но она стирает и те ценностные ориентиры, которые есть. В нашей республике вопрос сохранения калмыцкого языка является одним из самых важных. В рамках семинара преподаватели районных школ совместно с научным сообществом поделились своими предложениями по развитию и популяризации родного языка. Вся эта информация, которая поступала от нашего субъекта, от нашего Министерства образования и науки Республики Калмыкия, поэтому на основе этих мониторинговых исследований был проведен анализ, именно преподавание родных языков Южного федерального округа, в том числе речь, конечно, идет о нашем субъекте, о нашем регионе Республики Калмыкия, тоже проведен анализ, и я думаю, что каждому участнику тоже будет интересно просмотреть анализ и тоже внести какие-то, может быть, корректировки, внести какие-то предложения, над чем еще нам надо работать. 29 апреля в Калмыкии пройдет международная акция «Диктант Победы». Участникам предстоит ответить на вопросы о Великой Отечественной войне. Как и сообщает региональный Минобор, на сегодня уже определено 19 площадок, 100 человек напишут диктант на базе Дворца детского творчества. Отмечу, в прошлом году диктант писали более тысячи участников, в этом году организаторы планируют охватить еще больше людей. А для абитуриентов, которые успешно выполняют задания, предусмотрены дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала, смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на доспере кнопки в IPTV «Зеленой точке Ростелекома» и на официальном аккаунте в Instagram reacount.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин